Сегодня на третьем дне марафона. Сегодня специально я делаю этот шарфик для того, чтобы вы меня узнали, так как в сегодняшнем посте было фото в этом шарфике, и я решила, чтобы у нас синхронизировалось и фото в заданиях, и фото в прямом эфире, чтобы потом легче было найти эти дни эфира. Итак, пока все присоединяются, те, кто будет смотреть записи, тоже хочу сказать вам, присоединяйтесь к заданиям, которые мы выполняем. Итак, кто к нам присоединяется, пожалуйста, пишите привет, кто вы, что вы, чтобы я могла видеть, с кем мы сегодня будем общаться, все ли участники марафона сегодня смогут присутствовать на нашем вечернем прямом эфире. Чтобы мы вместе обсудили тему, задания, какие-то вопросы, которые возникают у вас в ходе выполнения заданий. Поэтому пишите мне сейчас кто, где, когда, какие вопросы возникают, сделали ли, получилось ли выполнить задание вчерашнего нашего эфира, которое мы проводили. Я думаю, там было много заданий, и за сегодняшний день вам объем заданий, которые нужно было выполнить очень так. Юлечка, присоединились. Юля, пиши привет, это ты, потому что у меня зрение не очень, читать этот мелкий шрифт, кто присоединяется нелегко. Так, добрый вечер, Юля, да, как настроение, как выполнение заданий? Пока в комментариях отметки о выполнении не вижу, и в личной группе нашей тоже не вижу, поэтому вы отстаете, девчонки, но у вас есть еще время и возможность. Так, хорошо, Юль, ты знаешь, что я трансляцию сохраняю, но не от меня зависит. Инстаграм иногда решает этого не делать почему-то. Так, Инга, да, у нас присоединялись. Пишите, девчонки, кто здесь, пишите, я тут, как настроение, чтобы я видела, кто сегодня с нами. Так, Инга, привет, молодец. Все вовремя, это хорошо. Итак, девчонки, давайте поделитесь, как у вас получается выполнять задания. Не слишком ли трудно я пишу, не слишком ли трудное задание, которое я вас прошу выполнить, потому что три дня марафона уже прошли. Так, я вайбер сбросила, но я еще не видела, да, Инга, я еще не читала. Хорошо. Смотрите, девчонки, суть в чем? Мы не расписываем в Инстаграме подробность нашего задания. Это не нужно, чтобы все читали. Я имею в виду, что нужно сделать в Инстаграме, в комментариях, это просто отчитаться, что задание выполнила, написала решение или там спросила у человека, который достиг этих целей, что он делает. Ну, то есть конкретно по заданиям. Там два задания каждый день. И просто краткий отчет. Да, я сделала, в первом дне вы правильно все сделали. Если вы написали, чего ждете от марафона, это можно, в принципе, для общего обозрения. Поэтому хотя бы просто в каждом дне марафона отписаться, что успели сделать, что не успели сделать, что получилось, что не получилось. В общем, ничего конкретного не надо. А уже какие-то свои сознания, возможно, мы пишем в нашей закрытой группе, то есть это понятно. А вообще какие-то решения, личные цели, задачи, образ вашей жизни я не требую, даже я его не буду читать. И проверять у вас, это лично ваша работа. И поэтому еще, знаете, что я подумала, что важно очень... Так, всем привет. Так, это у нас Настя появилась. Отлично. Так, я вайбер тоже писала. Хорошо. Хорошо. Девчонки, знаете, что я думаю, что для того, чтобы легче было выполнять задание, нужно себе определить конкретно, поставить задачу, что найти минимум 20 минут в день. Это минимум для того, чтобы посидеть вместе с самой собой, поразмышлять и написать все, что я там, какие вопросы вам задаю. И очень важно, знаете, не просто поразмышлять на них, потому что наш разум, мы вчера об этом говорили, он нас обманывает. Мы начинаем думать об одном, потом мы перескакиваем на другое, на третье, и все. И потом улетаем в мыслях совсем про другое. Поэтому давайте определимся, что 20 минут в день минимум. Ставьте себе задачу, что я сегодня уделяю себе 20 минут в день для того, чтобы уделить время тихого времени своего, для того, чтобы пообщаться со своим Духом, с Богом, поговорить о том, что же ожидает меня в этом дне, или в конце дня проанализировать день, поблагодарить за то, что произошло за этот день. Я надеюсь, мы все пишем дневник благодарности каждый день. И вот эти наши правила, которые вчера я вам озвучивала, о том, что первый вопрос, мы отвечаем, за что я благодарна Богу сегодня. Второй вопрос, чему я сегодня научилась. Третий вопрос, где я хорошо сегодня поработала. Четвертый вопрос, для чего и для кого я сегодня была полезна, то есть какую пользу я принесла этому миру, людям, которые вокруг меня. Как я сегодня позаботилась о себе, о своих чувствах, своих желаниях, что сегодня было приоритетом для меня. И последнее, что три результата на завтрашний день. То есть прогнозировать какие-то результаты, чего бы вы хотели получить, добиться сегодня, что бы вы хотели увидеть, услышать, почувствовать, пережить, с кем познакомиться. На самом деле это все реально. Можно ставить цели, и уже Бог будет располагать, как и все. Да, так и пишешь, Юля, да? Отлично. Хорошо. Хорошо. Если вы все пишете, то тогда, кто не успел, догоняет. Еще сегодня время есть с заданиями. И продолжаем. Хотелось бы уточнить по поводу вчерашнего дня, по поводу вчерашнего эфира. Получилось ли у вас его послушать и выполнить задание дня, которое я говорила, обнять пять человек минимум, сказать им приятные слова, комплименты. И как у вас это задание получилось? Получилось ли? Были ли те люди, которые жаждали получить ваше объятие, услышать ваши комплименты? Хотелось бы услышать немного вашей обратной связи, как у вас получилось, что вы переживали, что вы чувствовали. Напишите. Пока вы будете писать, я проанализировала ваши запросы в нашей личной группе и выделила такие основные. Не получилось у Юли, да? Ну, это честно, очень хорошо. Если не получилось, значит не получилось. Значит, завтра получится. Главное не ослабевать и всё-таки выполнить это задание. Хотя сегодня, если не было возможности, то она будет всегда ожидать тебя, Юль. Итак, смотрите, я проанализировала ваши запросы. Так, я посмотрю, тоже не получилось. Переносится на завтра. Хорошо, Настя, тогда тебе уже сегодня... Сегодня ты в прямом эфире, вчера не был, поэтому вчерашний посмотришь в записи. Хорошо. Так, а Инга у нас обняла лишь своих мужчин. Да, и муж и сыновей. Так это уже хорошо. Инга, я думаю, что ты их и так обнимаешь, но осознанно обнять их – это тоже очень важно. Это очень хорошо. Итак, смотрите, девчонки, я проанализировала ваши запросы на марафон и выяснила такую тенденцию, что, в принципе, все мы одного и того же желаем. Помните, я говорила, что у всех потребность нас, да? Сегодня вам в группу, помните, такую фотку выложила про любовь. Так вот, все наши проблемы и, наоборот, все наши радости, восторги в жизни, они только по одной причине. Или мы хотим получить любовь, или мы хотим ее отдать. Иногда мы хотим отдать любовь, человек не принимает или не ценит, и мы расстраиваемся. И, наоборот, мы хотим от кого-то получить любовь. Нам ее не дают или как-то мы ее не получаем, и поэтому мы расстраиваемся, и все проблемы происходят из-за этого. И вот эти все запросы, которые вы писали, я их охарактеризовала как в одну группу. Первый такой был запрос, что я хочу вернуть радость жизни и творческий потенциал, который был, который куда-то исчез. Вы знаете, что хотелось бы чуть-чуть остановиться на этом, потому что в этом запросе очень много ценной потенциала, самого потенциала. Мы вообще как женщины, мы все у нас команда женского пола, мы созданы изначально для того, чтобы творить. У нас настолько много есть творческого потенциала, который мы иногда прячем, или, наоборот, когда мы его не реализуем, то мы себя чувствуем очень плохо. И я вас всех понимаю, когда вы пишете «я не знаю кто, с чем мне заниматься». Это, знаете, это внутреннее вот это чувство, когда у нас внутри, нас просто прёт изнутри творить что-то, потому что мы по натуре творцы. Мы творим вообще женщины, как говорится, вокруг женщин, чего она хочет, то желание, если она настоящая женщина, воплощается. У меня сегодня, кстати, такой пример был, когда в интернете прочитала, что сегодня международный день девочек, да? Читали в интернете. Я сегодня тоже эту картиночку сбросила в ленту. Так вот, международный день женщины. И мне с самого утра прислали поздравления там из других стран, мои друзья, там, что девочки, они такие хорошие, их надо любить и всё такое. И вечером, придя домой, я рассказала, говорю, девчонке, моим девчонкам, говорю, сегодня день женщин. И они так поулыбались, поулыбались. Пришёл муж, я говорю, сегодня день женщин, девочек, мы все девочки, у тебя три девочки, поэтому нам нужен какой-то подарок, сюрприз. Я просто выразила своё намерение и желание. И буквально через пару минут нам был и подарок, и сюрприз, и все были счастливы. Это про то, что мы можем творить свою реальность. Главное, чтобы мы могли позволить вот этим внутренним нашим ощущениям жить. И вот это вот, знаете, что вернуть жизнь или радость жизни, или творчество, оно, в принципе, всё об одном. Когда в нас есть жизнь, когда мы живём, у нас есть эта энергия для жизни, для того, что когда дождь идёт на улице, все идут под зонтиками, а тебе внутри радостно, это на самом деле вот это и есть жизнь. И когда ты можешь, находясь с человеком, который грустный, подарить ему улыбку, да, о чём я вам просила, подарить улыбку, обнять его. И, кстати, сегодня, разговаривая с клиенткой, у нас была полторачасовая консультация, я это задание не давала, кстати, я только давала его вам, но она как-то, наверное, интуитивно почувствовала. Она мне рассказала о том, что ей почему-то сегодня и вчера на протяжении дня захотелось обнять столько много людей и просто сказать, как она к ним относится, то есть её отношения, её чувства по отношению к этим людям. И она сказала, что настолько почувствовала радость внутри от того, что она могла отдать вот эту любовь, которая у неё была внутри. То есть она могла выразить себя. Раньше она этого стеснялась сделать. Если она чувствует благодарность какому-то человеку, хотя, знаете, я понимаю, в нашей культуре это не принято. Не принято ни какие-то обнимашки. Но целовашки это вообще как-то странно могут сказать, что какой-то не той ориентации. То есть наши люди не умеют выражать чувства. И я, это первый человек, я могу поднять руку, да. Это так, я что-то вылетела. Ну, Юль, подсоединяйся. Я могу первой поднять руку и сказать, что я тот человек, который не умела и учусь выражать свои чувства. Даже, знаете, сидя сейчас в этом прямом эфире, я пытаюсь, наверное, какой-то быть, ну, не собой как-то, что-то там говорить. Но я каждый раз, просматривая свои выступления, говорю, Господи, почему я где-то там лицемерю? Пытаюсь быть лучше, чем я есть или ещё что-то. Вот, поэтому, знаете, выражать свои чувства, эмоции, это тоже наука. И надо учиться это делать. Я всю жизнь тоже такая была, можно сказать, в себе интроверт. Не выражала чувств. И если что-то хотела, я скрывала в себе. Догадайся сам называется, да. То есть человеку нужно было догадаться, что в моей голове. А мужчинам, девчонки, это совершенно непонятная теория, как нужно догадаться, чего хочет женщина. У них другой способ мышления. Поэтому давайте учиться вместе выражать свои чувства. Чувствуем радость, выражаем радость. Чувствуем огорчение, говорим, мне больно, мне неприятно, мне обидно, когда ты со мной так обращаешься. Знаете, это есть такая я-теория. Она, кстати, очень хорошо действует. То есть вы не обвиняете никого, не обвиняете, не говорите, что ты плохой, или она плохая, или они виноваты. Вы говорите то, что вы чувствуете. Например, вам сделали неприятную вещь, и вы говорите, я чувствую, что… Или там, мне неприятно. То есть мне неприятно, не ты плохой, а мне неприятно. Так, Юля пишет, может, надо выражать свои чувства дозированно, так, дозированная порция, то, как обалдеют люди. Ну, да, Юля, конечно, есть люди разные с эмоциональной окраской, то есть есть эмоциональная, неэмоциональная. Знаете, я, наверное, говорю не о тех чувствах, эмоциях, которых, например, люди не могут контролировать свои эмоции, они ведут себя, как дети. Знаете, дети у них тоже, у них эмоции не контролируют, они плачут, смеются, через минуту они могут заплакать, через минуту они могут засмеяться. Это не про это. Это про наше внутреннее ощущение, когда, знаете, мы иногда свои эмоции, чувства запихиваем далеко-далеко в себя. Нам хочется одного, как я говорила, да, мы говорим второй, а думаем третий, и еще, и так далее. История продолжается. И мы, получается, разорваны, мы не целостные. Там, а чем отличается фраза «я чувствую что» или «я ощущаю что»? Ну, наверное, даже, знаете, ощущение, чувство, мне кажется, это разная вещь, но это не тема сегодняшнего нашего разговора. Я думаю, что мы чуть-чуть в другой раз на этом остановимся. Так вот, вот про то, что вы говорите, я, мне неприятно, то есть мне неприятно. Вы говорите свою эмоцию, свое чувство. Мне неприятно, когда ты меня так называешь, или мне неприятно, когда ты не делаешь то, что я тебя прошу. То есть понятно, да, то есть вот это «я-концепция», когда вы, так, как мне тут лучше, «я-концепция», когда вы говорите с позиции своего опыта. И вот, возвращаясь к радости жизни и творчеству, мы созданы для того, чтобы творить. И вот творчество, оно может выражаться по-разному. Вот Инга у нас, она у нас такая рукодельница, прямо когда смотришь на ее работу, я восхищаюсь постоянно. Для меня это настолько пример, когда человек может выразить свои эмоции, чувства, переживания в какой-то физической вещи, ты можешь ее потрогать. Это на самом деле такое чудо. Или когда моя Яна сошьет, да, ты тоже, Инга, видела, вот эти куклы, и ты думаешь, вот эти эмоции. Вот даже простой пример сегодняшний, да, она пришла со школы, замучена, как всегда, уроками. Я говорю, Яна, садись за уроки. Нет, не буду. И вы знаете, что она сделала? Она не сделала уроки, пока она не сделала творческий процесс своей жизни. Вот ей просто она, знаете, когда ты исчерпан, у тебя нету сил, как ты можешь творить? И вот то, что вот запрос был у одной из наших участниц марафона, она сказала о том, что у нее нету сил, у нее нету энергии жить, у нее нету вот радости жизни, нету вот этого творчества, которое было раньше когда-то, да, она ощущала себя прекрасно, а сейчас она это потеряла. Так вот, Яна пришла со школы, и она сказала, я не буду делать уроки, мне скучно. Но, знаете, она как ребенок не может выразить эту потребность. Почему? Она не воспользовала вот этот творческий потенциал в себе. Так она маленькая девочка, и она пока, вот знаете, ей хочется чего-то, и она начинает воплощать. И знаете, что она сделала? Она взяла листик бумаги, сложила его, и говорит, я сделаю календарь. Она сделала календарь, нарисовала квадратики, начала разрисовывать их. То есть она вложила, понимаете, свою внутреннюю, она реализовала какой-то свой внутренний потенциал, какое-то свое внутреннее желание, как бы сделала из бумаги какую-то творческую фигуру, ну или как бы там календарик свой. И вы знаете, я посмотрела на нее, она на самом деле вот просто преобразилась. У нее появилась сила, да, у нее появилась какая-то энергия делать уроки. Она села, быстро сделала, буквально за 20 минут. А иногда мы эти уроки сидим по 2 часа делаем, я вам серьезно признаюсь. И я нервничаю, и она нервничает, и все недовольны. И как важно почувствовать в себе вот этот предел, который есть, да, который иногда кажется, боже, где же взять силы? У меня нету силы даже улыбаться, вот просят обнять кого-то, да я сама внутри не чувствую этого. Как я буду там говорить комплименты, которых я не чувствую к этому человеку, да? И этот вопрос, он на самом деле, ну как бы реальный вопрос, когда ты этого не чувствуешь. Как ты можешь делиться тем, чем ты не чувствуешь с другим? И вот, знаете, второй вопрос был, что я хочу работать, да, но не знаю кем, как, да, где найти вдохновение на работе, заниматься любимым делом. Вы знаете, это моя тема, я написала, вы видели в своем статусе, что я являюсь консультантом по раскрытию внутреннего потенциала. Вот это тот потенциал, который мы, возможно, можем много лет, дней, как говорится, иногда всю свою жизнь прятать и не чувствовать удовлетворения от той работы, которую мы делаем. И знаете, еще мы смиряемся или принимаем то, что есть. Мы говорим, вот, хорошо, у меня это есть работа и спасибо за это. Это очень хорошо, быть благодарным за то, что есть. Но никто не хочет приложить усилия и сказать, а я в магазине не возьму продукт с верхней полки, я прообразно говорю, да, а я протяну руку и дальше попытаюсь что-то сделать, приложить какие-то шаги и сказать, что насколько я себя сама оцениваю, соответствует ли эта работа моему внутреннему состоянию, я имею в виду моему внутреннему потенциалу. Я понимаю, что есть разные стадии, мы сейчас об их не будем говорить, что нужно пройти некоторые стадии для того, чтобы достигнуть той работы или дела мечты, но я сейчас не про это, я про то, что иногда мы, знаете, не хотим потрудиться или не то, что потрудиться, а вообще принять тот факт или ту мысль, что мы достойны чего-то большего. О, так, Вика у нас появилась. Так, Вика, читаю, преподнесу ниже, а то не вижу комментарий. Ясно, нужно себе взять у кого-нибудь ребенка на время и поучить свою жизнь. Какие же детки мудрые непосредственно, я каждый раз ими восхищаюсь. Да, кстати, вы знаете, ну, вот, кстати, Ю, Вик, могу сказать тебе, это тоже искусство замечать вот эти маленькие шаги. Многие же родители на самом деле не видят, и я сама в себе не вижу каких-то вещей, которые я, как сказать, я вот, знаете, строю, у меня программа есть по взаимоотношениям мужчины и женщины, то есть отношения в семье. И я, если честно, признаюсь вам, копирую все схемы поведения иногда с Яны. Как она может, ну, я не скажу это слово некрасивое, манипулировать мужчинами, но можно сказать и так. Вы знаете, есть, вот вы, наверное, замечали, девочки, я прыгаю с одного на другого, ну, как уже идет. Есть женщины, которые всегда бурчат, им плохо, и мужчины от них уходят, и они жалуются, вот он такой ушел от меня. Есть женщины некрасивые, неухоженные, ничего неумные, и за ними мужчины бегают. И кажется, боже, ну в чем разница? В чем разница? Ну, я, как бы, может, очень плохие примеры привела, вы меня уже простите, но смысл в том, что есть особенная стратегия, как можно не манипулировать, я уже плохое слово это не буду говорить почему-то, я так его использовала. Но как можно достигать желаемого? То есть не то, что достигая желаемого, а как в семье, во взаимоотношении с мужчиной иметь те рычаги, которыми ты можешь влиять из любви? Ну да, не только манипуляция, что я достигаю своего там в свою году или в свое какое-то эгоистическое желание. Я копирую их у детей, да, как они ведут себя, какие непосредственные шаги они делают. Ну ладно, это я, наверное, отклонилась от темы. Так вот, мы хотим найти работу, мы хотим заниматься тем делом, которое для нас важно, которое нас интересует и которое приносит нам удовлетворение. И я думаю, что это как бы желание всех. И я, наверное, чуть-чуть поделюсь своей историей, да, вы, наверное, уже много слышали, я везде пишу про это, что в моей жизни тоже и Вика, дорогая, она помнит этот период. И ты можешь меня вспомнить очень хорошо, когда я сидела в своем кабинете и плакала там, да что же это такое, не платят ничего и не можешь своей мечтой осуществить. Я тебя сейчас понимаю, потому что ты оказалась сейчас в таком же состоянии, когда и я, когда тебе вот здесь уже посидят эти бумаги, все обязанности, которые на тебя вешают, а у тебя внутри чувство вины, что ты можешь сделать что-то другое, ты можешь жить по-другому, но не можешь, потому что тебя в тесные рамки загнали и тебе кажется, что нет выхода из этих тесных рамок. Потому что внутри что? Живет страх. Как же я поменяю что-то в своей жизни? Страх перемен, страх выйти из этой зоны комфорта, когда тебя что-то устраивает. Страх вообще что-то поменять, потому что впереди неизвестность. И знаете что, девчонки, самые большие страхи это что? Ну что, у нас не будет денег, страх у нас не будет. Давайте мы разовьем просто эту теорию. Смотрите, у меня не будет, ну давайте просто, как у меня было, да, я уволюсь с работы, у меня не будет денег, у меня не будет на что поесть или купить себе. И вот смотрите, вопрос, хорошо, у тебя что, пропадет вообще всякая возможность, то есть ты себя ставишь в тупик, тебе нечего будет есть, ты умрешь с голоду. То есть такая картинка рисуется в сознании. Или другая, то есть понимаете, как человек мыслит. Один человек может мыслить так, что все, у меня не будет работы, у меня не будет денег, я умру с голоду, да, потому что у меня не будет еды. Или у меня не будет одежды, за что купить, и я буду ходить голодом. Ну знаете, я до абсурда говорю, для того, чтобы вы свой разум, который вас обманывает, могли как-то его провести и узнать. А кто-то другой думает, нет, я, возможно, что-то изменю в своей жизни, да, я, возможно, сделаю какие-то шаги, которые неизведанные, которые мне страшно делать. Но за этим страхом кроется мой потенциал, значит, если мне страшно, значит, за этой дверью и есть та возможность, которую я боюсь, да. Ну вот, например, выйти из зоны комфорта и сделать то, что никогда не делал. То есть прыгнуть с парашюта, да, или какие-то даже физические действия, там, как говорит, на, попробуй что-то. Нет, не буду, страшно, что ты там даёшь мне чуть ли не червяка. Ну это так, когда детей говорят, ну попробуй это, ну попробуй, это же так вкусно. Нет, я это-то не люблю. А потом, как только распробуют, то потом они понимают вкус этого. Так вот, возвращаемся к тому, что вот наш внутренний потенциал, он внутри нас тешится, и мы на самом деле все знаем, что мы хотим. Но мы боимся себе в этом признаться. А в нас живёт чувство вины, и мы всегда боремся с этим. А знаете, чувство вины живёт почему? Потому что мы понимаем, что мы бы могли в это время заниматься чем-то другим, тратить свою энергию на что-то другое, могли бы приносить пользу людям. Так, Инга пишет, хорошая анкета из книги «Радикальное прощение». Да, кстати, Инга, я думаю, ты дочитала эту книгу, и девчонкам порекомендуй, может, в группе напиши тоже. Анкета, да, замечательная. Вообще, эта книга мне тоже произвела большое впечатление, поэтому всем советую почитать. Кстати, Юля, если ты не почитала эту книгу, обязательно почитай. Советуем мы с Ингой, правда? Вот, и поэтому, смотрите, вот это чувство вины, которое внутри кроя засидит, и оно не даёт вам жить, и чувствовать радость жизни, потому что вы осознаёте что? Вы осознаёте, что в это время я бы могла заниматься тем, что приносит мне удовлетворение. Я говорю просто на своём примере, когда я буквально два с половиной года... Так, кто-то ко мне прыщится, это Яна прыщится. Ну что, прямая фирма, покажи свой календарик, о котором я рассказала, творческий процесс. Вот, она сегодня пришла и сделала... Подожди, Яночка. И сделала вот этот календарик. Она вот захотелось ей сделать так, склеить тут, да, нарисовать, не склеить. Да, просто. Да, хорошо, Яночка. И вот она сделала, у неё пришла энергия для работы в дальнейшую. Всё, Янка, не мешай, хорошо? Можешь посидеть? Посиди. Вот, и вот это чувство вины, которое внутри, оно вас, вы знаете, цепляет, потому что вы внутри чувствуете, осуждаете себя, что я хочу заниматься тем, что приносит мне удовлетворение, то, что приносит мне радость. А вы знаете, наш дух и нашу душу не обманешь. И не скажешь, на тебе замену, заменитель, да? И мы очень хорошо можем отличить заменитель от настоящего. Когда трава посажена настоящей, вы всегда её отличите от искусственной травы. И поэтому в нашей жизни, когда нам дают заменители, мы всегда это очень хорошо чувствуем. И тех людей, которые нам говорят хорошие вещи, но не переживают сами этого внутри, мы очень тоже хорошо этих людей чувствуем. Я думаю, вы согласитесь, что иногда разговаривая с человеком, кажется, ну и правильные вещи, ты хороший человек, но ты не чувствуешь с ним единения какой-то души, духа. Но бывают люди, с которыми ты поговоришь полчаса, и тебе кажется, ты знал их всю жизнь. И у меня сегодня, кстати, такой разговор состоялся с моей подругой. Ну я уже её могу сказать подругой, потому что, хотя мы пообщались, в общем, наверное, три раза, три разговора было. Но я могу уже сказать, что ты настолько родной человек. Когда я услышала её голос, для меня это было просто как радость, мир такой в сердце пришёл. Потому что ты понимаешь, что это родная душа, она тебя понимает с полуслова. И что ты просто на одной какой-то стадии развития духовной находишься с этим человеком. Что, поговорив с ней, ты переживаешь мир, радость, и в твой дух приходит вот это вдохновение действовать дальше, да, как-то работать. И я заканчиваю про то, что когда мы не знаем, чем нам заняться, на самом деле мы знаем, и мы просто не хотим себе признаться. Я к чему говорю, что когда я сидела в своём кабинете, Вика помнит, и меня мучило чувство долга или совести, что я сижу в кабинете, занимаюсь вот этими бумагами. У меня дома двое детей, которые делают уроки без мамы. Так, Инга пишет. Ох, я помню нашу первую встречу. А, да, Инга, это про то, что мы с тобой первый раз встретились, сели в машину и сказали, Инга, у меня такое чувство, что я тебя знала всю жизнь, да? Это про то, да, Инга. Обнялись и сказали, ты моя родная душа. Это точно, Инга. Так вот, про что я говорила? Про детей. Про нас. А, да, я сидела в кабинете и чувствовала чувство вины о том, что у меня дети сидят дома, и я не могу помочь им сделать уроки или приготовить, или подогреть обед, или там ещё что-нибудь. Я сижу на работе, выполняю какую-то задачу, которая бессмысленная в каком-то мере. Да, спасибо за сердечки, девчонки. Вот, и я понимала, что я хочу заниматься чем-то другим. И я знала, чем я хочу заниматься, потому что, если вы проследите всю свою жизнь, вам Бог всегда всю жизнь показывал, что приносит вам радость. Поэтому задайте вопрос. Помните, я сегодня в посте писала, что у нас есть два таких мотиватора, которые движут. Это боль и удовольствие. То есть мы всегда пытаемся или избежать боли, или получить удовольствие. Это всё, что в нашей жизни происходит. То есть мы избегаем боли, то есть что мы говорим? Нам нужны деньги, чтобы не быть голодным, чтобы быть одетым, чтобы нас не осудили и так далее. То есть боль от каких-то поступков, действий и так далее. И удовольствие. То есть мы хотим путешествовать, мы хотим иметь хорошее отношение, мы хотим... Ну, и вот всё, что мы хотим, это получать удовольствие. Поэтому вот эти два рычага, которые действуют в нашей жизни, они на самом деле существуют. И для того, чтобы вот эти решения, которые вы написали, которые вы хотите принять, чтобы они осуществились, нужно тоже брать эти рычаги и контролировать их. То есть не контролировать, а использовать для своего же блага. Например, вы даже элементарно, если вы ставите какие-то задачи на физическом уровне, например, пить воду каждый день, каждое утро 300 мл и делать зарядку, о которой я вам вчера говорила. Кстати, я думаю, вы не забыли, первым делом, когда вы встаёте с постели, почистили там зубы или куда пошли, попрыгать пять минут. Я вас вчера просила... Ой, не пять минут, а минуту, извините. Кстати, кто сделал это? Вот напишите мне сейчас в комментариях. Пишите, я или плюс. Кто сделал вот это задание, которое я вам вчера говорила? Ровно минуту попрыгать, как мячик. Яна не сделала. Яна сегодня молодец. Она восемь на зарядку. А ты на зарядку ходила восемь. Ты молодец. Она встала в восемь и пошла на зарядку в дом физкультурника. А кто сегодня прыгал, девчонки, расскажите. Ровно минуточку, кто после пробуждения сделал это физическое упражнение. Не надо никаких отжиманий или фитнеса. Ровно минуту попрыгать, как мячик. И это уже даст вам... Я скажу тебе, завтра будем прыгать. И это даст вам заряд энергии. Попробуйте, кстати, попрыгать завтра, если вы это вчера не сделали домашнее задание. Значит, сегодня... Нет, не сегодня, а завтра утром вы его сделаете. Да. И так вот, я говорю про наше удовольствие и про наши боли. Так, ты минуту прыгала? А, минус, Инга, не сделала. Ну хорошо, завтра тогда не забудьте сделать. Итак, то есть у нашей жизни мы боимся боли, и мы наоборот хотим получить удовольствие. Так вот, если вы поставили себе цель, например, выпивать стакан жидкости каждое утро, воды, 300 мл воды выпивать. Так, Настя, я потанцевала с утра. Отлично, Настя, это тоже классно, молодец. Вот Настя одна у нас сделала домашнее задание, хотя не была вчера в прямом эфире, но она сделала интуитивно. Хорошо. Хорошо, и для того, чтобы, смотрите, вы поставили цель, например, я ставлю какие-то свои простые цели, вы уже просто перекладываете на свои какие-то задачи. Смотрите, если вы поставили, так, явно упало, если вы поставили задачу выпивать, например, 300 мл воды каждое утро после пробуждения и делать вот эту минутную зарядку, попрыгать как мячик. И вы говорите себе, если я завтра этого не сделаю, значит, придумайте себе какое-нибудь смешное наказание. Например, я нарисую себе под носом усы и буду ходить целый день в усах. Ну, то есть это смешно, но как только вы будете вспоминать, как будто вы будете, когда вы будете вспоминать то, что если вы не выполните это задание, вы будете себе рисовать усы, вам будет смешно и вы скорее... Да, теплая вода, спасибо, Зоенька, спасибо, да, потому что наш желудок должен обязательно такую, принимать теплую воду, чтобы ему было хорошо. Хорошо, так, это хорошо. Вот у нас, кстати, есть консультант по здоровому образу жизни, вот Зоечка. Зоя, тебя нужно добавить к нам в закрытую группу, ты там девочкам посоветуешь много хороших советов. Так вот, вы придумайте себе наказание про эти усы, вам будет смешно и вы будете говорить, нет, я не хочу ходить с усами целый день, значит, мне нужно выпить. То есть это как боль, да, придумывайте себе боль. И наоборот, если я в течение пяти дней буду пить стакан теплой воды натощак утром, значит, я куплю себе шоколадку, ну, или апельсин, или что вы там любите. То есть, смотрите, боль и удовольствие – это два рычага, на которых вы можете влиять и внедрить вашу привычку, которую вы... Ой, Ирина, простите, почему я вас... Я просто читаю Корзун, Корзун, Ирина, простите, дорогая Ириночка. А я вас почему-то Зоя назвала, не знаю почему. Так, вы мне напишите в директ свой телефон, и я вас добавлю в группу нашу в закрытой вайбере, где мы там обсуждаем многие вопросы. И так, продолжаю. То есть вы решения свои написали, я думаю, это сегодняшнее было задание, и вы написали, как вы будете выполнять какие-то определенные шаги к этим решениям. Так вот, сегодня добавляется определенная функция или дополнительное задание – придумать себе наказание или поощрение, когда вы будете выполнять то или иное решение, которое вы себе прописали. Ну, понятно, да, я сегодня смешно вам сказала задание о том, что нарисовать усы, если не сделаю. Но, знаете, на самом деле, когда я была, проводила, наверное, год назад один из тренингов, и у нас девчонки писали настолько разные задания, они говорили, если я не сделаю, если они похудеют там на 5 килограмм, у кого-то цели разные были, я стригусь там коротко. И она это провозглашала в группе, то есть все это слышали. То есть, или одна девчонка, знаете, что сказала, если я не сделаю то, что она там запланировала сделать, то я вам всем раздам по 100 долларов или не 100, может, я обманываю, может, по 10 она сказала. Но она говорила какую-то сумму, которая, в принципе, ну, такая была, не маленькая. И всегда тебя это мотивирует делать то дело, которое ты обещал делать. То есть, понимаете, да, если вы пообещали пить воду каждое утро, и вы ее не пьете, или вам лень делать то, что вы задумали, вы говорите, все, я не хочу платить 10 долларов кому-то. Но это все, конечно, смешно и шутки, но на самом деле вы сами для себя должны придумать какие-то поощрения и наказания, то есть боль и удовольствие, когда вы себе там будете хвалить или наоборот не хвалить, а придумать какие-то наказания. Для меня самым большим наказанием это вставать в 6 утра. Я говорила, что если я не буду выполнять задания или там обещания, которые я себе дала, я буду вставать каждый день в 6 утра. И для меня это было очень сложно. Ну и до сих пор, в принципе, сложно, хотя я мечтаю. Мечтаю начинать вставать в 5, когда все спят, и это драгоценное время. Драгоценное время, когда ты можешь 2 часа в день уделить самой своим размышлениям, чтению, и просто эти 2 часа, они очень ценные. Так, Вика у нас пишет, по поводу утренних упражнений. Я знаю, что утром нужно попрыгать 100 раз, ударяя пятками о пол, носочки не отрывать натощак. Ну, Вика, знаешь, я думаю, что тут главное что-то делать. Упражнений много разных, но вот именно делать, да, в постоянстве. И мы все знаем, что привычка формируется 21 день, поэтому мы говорим про привычки даже не просто в физическом уровне, а даже на душевном уровне. Помните, я вам говорила, привычку ходить и улыбаться, привычку вообще радоваться жизни, привычку благодарить за все. Кстати, про наш дневник благодарности, я думаю, вы не забываете его заполнять, и я думаю, что вы уже ощутили вот эту радость от того, когда вы пишете так, и мечтать стать жаворонком. Да, это про нас, Юля. Ну, не знаю, как ты, но я точно не жавороны. Я люблю спать, я не знаю, почему. Ну, это, наверное, такая... Хотя, кстати, спать проспать, но если у меня есть какая-то цель, и мне нужно куда-то ехать в путешествие, я могу встать вдвое и спать не хотеть. Это, девочки, все про то, про нашу мотивацию. Когда у нас есть желание... Кстати, вот одна из девчонок, она написала свои цели, что лень, нету мотивации что-то делать, нужно толчок в действии. Девчонки, мы просто не видим своих выгод или привилегий того, что мы будем иметь, если мы это сделаем. То есть мы конкретно не видим эту цель, для чего это нам надо. И знаете, иногда наши цели, они приводят только к нам, самим любимым. И мы говорим, ну вот хочу себе там то, то, то. И все для себя. И знаете, эти цели, они на самом деле достигаются годами. Но как только вы поставите правильно цель, что я хочу через то, что я буду иметь, быть полезной другим, тогда вы будете ощущать эту радость. То же самое, что я сейчас ощущаю. Я сегодня провела две консультации, и я вот в разговоре с женщинами, с которыми мы беседовали, когда я видела, когда они приходили к осознаниям своим, которые долго-долго-долго в их жизни не могли решиться, то есть какие-то такие вещи, и они осознали, говорят, это такие простые вещи, но никогда в жизни я не обращала на это внимания. А это являлось той причиной, тем корнем, который мешал мне всю жизнь жить. То есть вот сегодня одна женщина, с которой я работала, она говорит, что это так все просто, я просто никогда не анализировала, никогда не смотрела вот эти параллели, которые мы сегодня провели в ее жизни, эти сценарии жизненные, которые повторялись каждый день, каждый год в ее жизни. И она увидела просто сама своего врага в лицо. И когда ты видишь своего врага в лицо, ты можешь очень просто с ним распрощаться. Но когда он прячется, знаете, в закоулках нашей души, духа, разума, везде, где не лень, ему очень хорошо прятаться и нас обманывать, и мы сами себя обманываем. Как я говорю, девчонки, сегодня сказала, ну что с нами будет, неужели мы умрем с голода, да, или неужели мы останемся без одежды, или неужели что-то с нами случится. Кстати, я хотела вам рассказать одну историю. Так, Юля, просто фраза «иди, работай хоть куда-нибудь». Да, вот это, кстати, знаете, Юль, если ты соглашаешься с этой фразой, и ты считаешь, что ты достойна этой фразы, вот ты так и идешь работать хоть куда. И все думают, что, ну, знаете, это просто установка наша, что должен хоть где-то работать. Я понимаю, что нас запугали, мы живем все в страхе, поэтому у нас эта установка действует. Хоть куда, главное, ты как все, ты работаешь как все. Так, мы пишем, Анжелика отвлекается. Угу, ну ничего. Так, я хотела рассказать про одну историю. Мы, когда были в Дурскененкае в этом году, ко мне на Инстаграм пришло сообщение. Анжелика, вот вы консультируете, можно к вам попасть на консультацию. И я, когда, знаете, я всегда смотрю, кто пишет, я открыла профиль этого человека, и меня заняло дух. Это был очень известный человек, ведущий телепрограммы, и так далее. Очень много титулов, не буду говорить даже имя, фамилию. Ну, как бы, мы его не знаем, он не такой распространенный, как там, например, какой-нибудь там ведущий радио или телевидение. Ну, такой, знаете, как бы, в моих кругах, которых я знаю, он знаменит. И я подумала, боже мой, это какая-то подстава, он не может хотеть ко мне на консультацию. Кто это кадр? Столько существует коучей, там, психологов и тренеров, и он хочет ко мне на консультацию. И вы знаете, что? Вот это чувство, что я недостойна поработать с человеком, который… И он, кстати, задавает сразу вопрос, пишет, что сколько это стоит, все, давайте договариваться, встреча, ну, переписка у нас. А я ему начинаю какую-то ерунду писать, вы знаете, я сейчас не дома, а давайте вот я вам напишу, когда я приеду в Баранович, еще что-то такое. И я себя ловлю на мысли, что я себя считаю недостойной работать с человеком такого уровня. Так вот, благодаря ему я залезла на его аккаунт и посмотрела, кто он. И вы знаете, кто он? Он продюсер программы, которая отправляет людей в разные страны мира без копейки. И самое интересное, он просто этим хочет доказать, дорогие люди, никто из нас не умирал еще от того, что у него нет денег. Деньги – это не залог того, что мы будем жить, здравствуйте, преуспевать. Вот просто отправляет человека, например, в штат какой-то, высаживает его, ну, они как бы каким-то образом держат связь. Я не знаю тонкости этой работы, но смысл в том, что он остается один без ничего, ну, документы, но без денег. И каким образом он живет, каким образом он где ночует и так далее. И никто из участников его программы не пропал, с голоду не умер. И еще самое интересное, что они умудряются как-то заработать деньги, получить деньги. То есть у него такая программа, что обучить и показать, разбить у людей стереотип, что все, мне нужны только деньги. Ну, или без денег я пропаду. Ну, наверное, вот так. И поэтому, к чему я так говорила, про то, что мы иногда себя недооцениваем. Юля, это к твоему посту о том, что иди работай хоть куда, иди занимайся хоть чем, да. Так, Вика пишет, это знакомо. Я тоже не на 100% верена в своих талантах. Да, так вот. И нам всегда наши эти сомнения, которые живут в нас, вот эти противоречия, они нас просто разрывают. Мы думаем, я недостаточно хороша, чтобы заниматься тем делом, которым я хочу заниматься, да. И еще одним подтверждением в моей жизни это было то, когда я просто, ну, вот работаю в одном из центров международных. И когда мне прислали человека, с которым нужно было поработать. Да, привет, Эмилия, рада тебя видеть. Мне передали человека и сказали, поработайте, пожалуйста, с этим человеком. И когда я увидела, кто этот человек, ну, что за человек, кто с ним раньше работал, я подумала, неужели я достойна работать с этим человеком? Кто я такая, чтобы могу с ним работать? Я себя настолько вот действительно обесценивала. Но я пришла и сказала, Бог, если ты мне доверяешь этого человека, люди мне его просят с ним поработать. Почему ты сама себя унижаешь так, что ты думаешь, что ты не сможешь ему ничего дать? Если тебе говорят, на, возьми, просят, а ты себя так настолько унижаешь, говоришь, нет, кто я такая, да. Да, у нас должна быть какая-то мера не скромности, а адекватности. То есть я про гордость, да, когда человек говорит, все, я могу, я вас всех вылечу, я вам всем помогу. Это уже другая крайность. Но когда мы недооцениваем Бога, который живет в нас внутри, он говорит, а я могу найти сравнение на большее, о чем ты думаешь и помышляешь. Потому что наши мысли, наши какие-то возможности человеческие, да, они ограничены. Но возможности Духа, которые есть в нас, они настолько сильны, что мы даже не подразумеваем, что в нас есть. Какой потенциал живет в нас. Так, у нас, дорогие девочки, пишите, думаю, что это для богатых людей доказать, что не могут. Так, я чуть-чуть не понимаю, я имею в виду место проживания. Влияет ли место какую-то роль для самореализации, как понять, что тебе нужно именно, где себя реализовать. Юль, ой, простите, девочки. Ты имеешь, Юль, в виду, что зависит ли место расположение Америка, Канада, Беларусь, Польша, Россия? И я думаю, знаешь, Юля, это самообман, когда мы говорим, да, в Америке больше возможностей или там в Польше больше. На самом деле это так, да, мы запуганы. Но я про, а, ты про передачи, Юля? Да, да, про богатых людей. А там, кстати, не богатых отправляли. Это да, это я знаю про стиль мышления, что если даже богатого выпустить куда-нибудь, он всегда все равно заработает деньги, даже если у него будет не копейки. Я тебя поняла, да. Я да-да-да-да. Ну, я не знаю про ведущего, ну, ладно, это про другое, я расскажу как-нибудь. А я к тому вообще про наше состояние. Знаете, почему у нас люди там, как говорится, мы живем в бедной стране, мы бедные, потому что у нас мышление бедное. А люди как-то проходят это изменение, снимают эти стереотипы, не боятся, наверное, выходить из этой зоны комфорта или жизнь заставляет. Поэтому, наверное, и получается так, что какие-то возможности другие появляются. Но там другие, там в каждой стране, мне кажется, хотя там не была, и если будет возможность, я бы хотела, например, поработать. Потому что, например, вот я вам просто, девчонки, привожу статистику. Смотрите, наши белорусы, ну, я не хочу унижать не наших белорусов, но настолько все боятся и не понимают, и боятся вообще своей проблемой заявить. И все говорят, у меня все хорошо, мне помощь не надо. И я никак бы не предлагаю никому свою помощь, не навязываю. Но смысл в том, что у нас настолько людей затоптали и вообще их достоинства, что они считают, что все так и надо, и я буду терпеть до конца жизни. А вопрос, сколько еще ты сможешь в таком состоянии стрессовом жить, когда ты не можешь о своей нужде, о своей проблеме никому рассказать. И нет того человека, которому ты бы мог довериться и вообще освободить то, что у тебя есть внутри. Так вот, я про то говорю про страны. В нашей стране люди запуганы. Например, в той же Германии или где-то другие, они все имеют более, наверное, какие-то возможности другие, но они одиноки. Мы еще где-то здесь вот пообщаемся, перекинемся, поможем друг другу. А у них совсем одиночество. И поэтому они понимают необходимость, им нужно, чтобы кто-то повел их, чтобы кто-то им показал какие-то простые упражнения, чтобы можно было вылезти с этой депрессии. Очень много депрессии, как говорится, в этих странах. Так, я читаю, девчонки. Так, я однажды случайно познакомилась с бизнесменом, он мне сказал, нужно не работать там, где живешь, а жить там, где есть твоя работа. Только работу найти нужно эту. Очень хорошо сказала, я думаю, Вика. Да, я согласна с нашим менталитетом, что все в себе, но это не только у нас. Да, девочки, люди везде одинаковые. Менталитеты разные, но люди одинаковые. И эта потребность, про которую мы говорили, любить и быть любимым, она у всех есть людей. Поэтому мы говорим про наш потенциал, который внутри нас. И мы будем счастливы только тогда и там, на том месте, где мы сможем чувствовать вот эту мир, радость внутри себя. Девочки, независимо, где ты находишься. У меня тоже было заблуждение. Знаете, когда я приехала в Израиль, мне было там так хорошо, я уже писала, что у нас вот самая лучшая страна в мире. Но у меня одного просила у Бога. Я говорила, Господь, пожалуйста, не забери вот это состояние мира, любви и радости, которое я здесь переживаю. Там, в Беларуси, когда я вернусь. Потому что первая моя поездка так и получилась. Когда я приехала из Израиля, я вернулась. Это я, знаете, как с горы преображения сошла вниз. И все, у меня было три дня депрессии, мне не хотелось выходить на улицу. Потому что мне казалось, как там хорошо, как у нас плохо. Но это самообман. На самом деле от места расположения твое внутреннее состояние, оно не меняется. Где бы ты ни был, если внутри тебя живет Бог, то где бы ты ни находился, ты будешь себя чувствовать с Богом превосходно. А уже вот эти, как мы говорим, переместами слагаемых, сумма не меняется. И уже второй раз, когда я там была, я сказала, пожалуйста, не забери от меня этого чувства. Я хочу чувствовать дома так же, как я здесь чувствую. Когда я вернулась, это чувство не ушло, а оно с каждым днем начало преобразовываться, преобразовываться. И каждый день вот эти радости мира, оно как-то стало увеличиваться. А почему? Потому что я сказала, проблема-то не вокруг людей, что тут у меня в Беларуси люди плохие, а там такие хорошие. Как я, кстати, написала в статье, вы, наверное, читали, многие мне говорят, да, там уже прям все золотые. Да не золотые там, это мое восприятие такое было, мое восприятие этого мира. Так, Инга читает книгу сейчас, чего хочет Бог. О, отлично. Инга, ты у нас будешь снабдитель этих книг. Я тоже, у меня лежит пять книг сейчас, я уже, Юля мне принесла книги, тут Оля мне принесла, поэтому у меня тоже список большой книг будет, у меня будет время, я буду периодически открывать и уделять этому времени. Так, смотрите, девчонки, так, так, вот у нас, помните, был запрос, почему творчество не ценится и не оплачивается. Это, опять же, смотри, Юль, наше убеждение, творчество не ценится и не оплачивается. Если ты не оцениваешь то, что ты делаешь, то, что ты любишь заниматься, почему ты думаешь, что другие оценят это? Если ты сама этого не оцениваешь, никто этого не оценит. И у меня есть, Инга, ты чего такая грустная лежишь? Все хорошо, а она слушает, у меня еще тоже один слушатель рядом лежит. Девчонки, у меня конкретно есть пример. Например, у меня вот эта знакомая, кстати, которая сегодня звонила, которой я рассказывала, которую я уже назвала подругой, да, она мне позвонила и просто рассказала о истории. Она мне пишет, пожалуйста, не могла бы ты как-то поговорить со мной на тему моих продаж? Она занимается, о, привет, Олечка, заходи сюда. Это про творчество мы сейчас говорим. Вот Инга здесь рукоделие занимается, да, Оля рукоделем, то есть вот работы собственного производства. И мы говорим, почему они не ценятся или почему они не оплачиваются? А я говорю о том, что это убеждение. Так вот, рассказываю историю. Вот эта дама, она тоже делает работы, то есть ручная работа, делает своими руками вещи. И она продает их на выставках. И она говорит, что делать, вообще не продаются работы. Глухо, как в танке, то есть я не продаю ничего, как в минус ухожу, покупаю дорогие материалы, делаю красивые вещи ручной работы. И я их не продаю. И я ей говорю одну такую вещь, а ты сама оцениваешь свою работу? Насколько ты оцениваешь? Ценны ли для тебя эти вещи? Видишь ли ты в них ценность? Она говорит, ну да, я столько труда влаживаю, это такие красивые вещи. Я говорю, а насколько ты видишь, что эта вещь может этого человека или эту женщину, которая купила у тебя эту вещь, сделать более счастливой, более красивой, более уникальной? И как только ты осознаешь ту ценность, которую ты приносишь этим своим товарам людям, насколько ты делаешь его уникальным, да, вот этого человека, которому ты продаешь, насколько ты сама оцениваешь свою работу, настолько твою работу оценят люди, которые у тебя покупают. Вы знаете, что прошло два дня, и она мне звонит, и настолько радостно, прям, ой, вообще, у нее не было восторга и радости предела, когда она просто переключила и выбросила это убеждение в своей голову, что мои работы не ценные, никому они не нужны, только мне, вот я только трачу время свое. И как только она осознала ценность, у нее что-то в голове переключилось, она продала выручку как за месяц, за день, да, получила. Поэтому, девчонки, все, все, конечно, в наших головах, в наших чувствах, в наших поведениях. Так, Женя Бычковский, пример того, что творчество хорошо оплачивает. Да, Оля, согласна с тобой, что если у тебя есть мечта, идея, ты понимаешь, что это творчество делает счастливым других, тогда нету никаких преград. Так, это да, но иногда просто необходимо сменить обстановку, чтобы что-то знать. Вика, это сто процентов, это мой путь, ты знаешь мой путь, да, как я прошла. Только через выход из зоны комфорта мы можем что-то узнать о себе и вообще, ну, что-то изменить. Сто процентов. Вы знаете, что мое становление началось через путешествие. Когда я выехала из этой зоны комфорта, когда тебе все напоминало одно и то же, когда ты знал все выходы, шаги, кто как реагирует, кто что говорит. Когда я очутилась, знаете, на новой территории, в новой языковой среде, с новыми людьми, когда просто новый устой, новая традиция, новая еда, все новое, тогда твой ум, он не понимает, что ему делать. Как это нету шаблонов, которые в твоей жизни всегда действовали. Что же делать? Тебе нужно учить язык, который ты вообще не понимаешь, какими схемами он работает. Когда тебе нужно делать то, что ты никогда не делала, и для тебя это вообще все новое. Тогда у мозга, у нашего мышления ломаются эти стереотипы, и ты тогда можешь по-другому взглянуть на этот мир. Поэтому, девочки, сегодня добавляется новое задание к тому, что есть уже сегодня в посте, да, про то, что вам нужно сделать. Я добавляю сегодня про вот выход из зоны комфорта. Вам нужно минимум, помните, мы говорили, минимум 15 минут каждый день получать, первое, новую информацию, второе, знакомиться с новыми людьми. И третье, как вы думаете, что третье, территориально менять обстановку. Например, если вы ходили одной дорогой, пойдете другой домой дорогой. Если ходили в один магазин, сходите в другой магазин. Ну вот, вы понимаете, изменить территорию. Второе, новую информацию получать каждый день. Найдите книгу, которую вы будете из завтрашнего дня читать, и для себя как-то выделять главный аспект. Вот мы уже про книги поговорили. Я могу посоветовать много книг, но желательно я вот кому? Инге? Нет, Инге еще не советовала. Джон Элдридж «Пленительная красота». Девчонки, обязательно почитайте эту книгу. Это вообще такая книга для женщин, конкретно для женщин. Я думаю, что мы в группе все девочки, женщины, поэтому эта книга, она будет как раз кстати. То есть новая информация, ту информацию, которую вы читаете, новую каждый день, да, вы должны выделить три момента. Помните, о которых я вчера говорила? Первое, из прочитанного, что я поняла. Второе, что я планирую с этим сделать. И третье, с кем я планирую с этим поделиться или с кем я поделюсь. То есть три аспекта, что я поняла из той информации, что я планирую делать с этой информацией, то есть как я ее в жизнь применю. И последнее, с кем я поделюсь. Поделитесь с подругой, со мной в группе, своими осознаниями, с коллегами, с кем вам удобно. Да, я сброшу Инга сегодня в группу название. Она есть только, конечно, в онлайн. Ее можно читать. Ну, я думаю, что это тоже будет нормально. Итак, первое, мы меняем территорию. То есть мы ходим туда, куда мы не ходили, теми дорогами, те магазины, тропы, к которым мы не ходили. Мы читаем информацию, которую мы читали, и анализируем ее по трем источникам или по трем вопросам. Я уже сказала. И в третьем мы знакомимся с новыми людьми. Девчонки, это может быть не обязательно в реальности, если вы не выходите целый день из дома. В интернете вам нравится кто-то, кто пишет, или какой-то человек, которого вы просто знаете, но вы с ним не близки в отношениях. Напишите ему комплимент. Мне нравится, о чем вы пишете. Мне нравится, о чем вы говорите. Мне понравился ваш комментарий. Ну, не знаю, какие-то просто новые, какие-то знакомства, новые взаимодействия с новыми людьми. Это вам задание дополнительное, кроме того, что я выставила в группе. Для того, чтобы менять схему мышления, нужно остановиться на новые рельсы. Правда? Согласна. Итак, дорогие мои, следующим пунктом, который я выписала, собранность мыслей и четкость в планировании своего дня. Это про то, что научиться ставить важное, что приоритетное, что для меня важно, что срочно, и научиться владеть этим. Есть такая специальная технология, карта Декарта. Я, кстати, ее могу в группу потом сбросить вам, потому что сейчас времени нет ее рассказывать. Так, я так и говорю, комплименты часто. Молодец, Юль. Это хорошо. Это хорошо. Поэтому мы тоже про это поговорим, планирование. И я хотела бы спросить по поводу вашего домашнего задания, которое я вчера вам давала. Скажите, девочки, честно, кто уже сделал? Помните, мы говорили вчера про семя, которое мы должны найти? Наше желание, что мы должны посеять, найти того человека, кому мы должны посеять. И поблагодарить в конце дня Бога за то, что мы могли быть полезными этому человеку. Помните, мы говорили про этот закон сеяния жатвы, как он действует в нашей жизни. Если мы хотим что-то получить, мы должны посеять то в другого человека. Да? Про кого? Помнишь, я рассказывала тебе, что я отдала два бонстика, получила пять? Да, она отдала два бонстика, получила пять. Да, девочки, видите, я вам говорю, что законы везде действуют одинаково. Тут бонстики получают пять бонстиков, а в нашей жизни, девочки, оно действует совершенно в других размерах и результатах. Примерно понимаешь, Юль, что делать. Хорошо. У нас, кстати, у Яны был пример, я вам рассказывала, да, наверное, когда Саша уезжал в поездку, я говорю, Яна, может, ты подаришь свою подделку? Для нее это ценно-ценно, то, что она делает. Она говорит, ну, не знаю. Я говорю, Яна, понимаешь, если ты сеешь, то ты пожнешь во много раз больше. Да, инвестор Ян, это точно. И она, да, с чистым сердцем отдала, подарила, красиво оформила. И самое интересное, что от этого человека ей вернулась ее мечта. То есть она мечтала о одном коте, пухлом, таком, мягком. И вот он ей вернулся прямо через басик. Басик, девочки, вы знаете, сколько этот басик стоит? Да, Инга, я знаю, что ты бонстика приготовила. Вот. Отпишитесь мне, пожалуйста, девчонки, вы уже подумали о том или начали делать вот это сеение, о котором мы вчера говорили? Начали ли вы сеять? О, я тут, слушайте, делаю всякие приспособления, а то мне так неудобно здесь сидеть, держать этот телефон. Придумали ли вы ваше семя и ваше желание, чего вы хотите достичь и как вы будете это достигать? Нашли ли вы человека, в которого будете сеять, уделять время? Помните, мы вчера с вами об этом говорили. Да, все сделала, но единомышленника не нашла. Еще, наверное, это будет, может, смотри, Вика, не про единомышленника, а про единомышленника ты имеешь в виду про задания в постах. Я имею в виду не единомышленника, от того же человека, который хочет того же самого, что и ты. Но я имею в виду, например, кто-то хочет путешествовать тоже, да, помоги ему путешествовать, через нашу организацию сервис, кто хочет, расскажи о ней, да, скажи, что есть возможность. Когда-то ты мне это сказала и раскрыла двери в мир, поэтому все реально. Да, хорошо, девчонки. Давайте отпишитесь мне, пожалуйста, сейчас обратно связываю. Успеваете ли вы? Полезны ли вам эти упражнения? Или вам облегчить? Или изменить какую-то форму? Потому что я это делаю для вас, и поэтому напишите, получается ли у вас, успеваете ли вы? Заходит ли вам вся эта информация? Как? Или вам не хватает времени? Что да-да, Вика. Напишите, девчонки, как вообще вы себя ощущаете? Что меняется? Есть ли какое-то продвижение в ваших эмоциях, в эмоциональном состоянии, в духовном состоянии, в физическом состоянии? Как вы себя ощущаете? Заканчиваем прямой эфир опять тем же вопросом. Как вы себя ощущаете? Что вы сейчас чувствуете? Так, напишем все, обменяемся эмоциями, хорошими комплиментами, и пойдем спать, и выполнять задания, писать дневник благодарности пойдем. Но я жду от вас в ваших комментариях, все ли понятно по заданиям, приносит ли это какую-то пользу для вас, меняется ли что-то в вашем состоянии, и что вы сейчас чувствуете? Напишите, дорогие, и будем уже готовиться. Так, мне почему-то трудновато в плане выйти из зоны комфорта к общению. Юль, я думаю, что тут надо работать, работать с собой, с другим человеком, чтобы просто на эти... Так, хочется... Мне на... Так, хотя мне надо... Хотя мне надо это... Так, я не успеваю, задание серьезное, не на 15 минут даже. Да, Вик, я понимаю, но я говорю, давайте просто сделаем себе такую... Так, Настя, сейчас я чувствую себя замотивированной. Отлично, Настя, я рада. Я рада. Так, 15 минут однозначно мало, хотя бы сесть и сконцентрироваться, чтобы тебя никто не отвлекал. Девочки, ну давайте тогда, я не про себя, потому что я не ржаворных. Ну возьмите завтра, встаньте на полчаса раньше. Если буденек не всем, то пол седьмого, или не в шесть, там пол шестого, да? И вот этот полчаса времени сесть и написать письменно ответы на эти вопросы первого, второго и третьего дня. И когда вы письменно будете это писать, Инга знает, да, как это прикольно. Путь художника. Помнишь книга? Когда ты выносишь все на бумагу, настолько открываются с подсознанием вещи разные, которые ты уже сама получаешь ответ, пока пишешь. И это сто процентов так есть. Пока ты пишешь, ты получаешь ответ. Или проговаривайте себе просто. Вот я тут болбочу вам сижу, а когда вы сами себе это проговорите, для вас это будет очень полезно. Так, Инга, еще раз убедилась, что на правильном пути ежедневная помощь. Да, да, хорошо. Пишите. Пишите. Помните, я вчера вам говорила, пишите, что вас раздражает, пишите. Меня раздражает то, другое, третье. Так, Ирина, упражнение интересное, я не успеваю. Пожалуйста, как найти группу записи вечернего эфира? Благодарю. Я попробую сегодня сохранить это видео, Ирина, но в группу я вас сейчас добавлю, вы мне только свой телефон напишите, потому что, возможно, он у меня есть, но желательно, чтобы быстрее вас добавила. Я вас добавлю в группу нашу в Вайбере, и прямые эфиры я записываю, заливаю на свой YouTube-канал. Девочки, осталось 26 секунд, я вас благодарю, и меня отключит Instagram. Я вас люблю. Ирина, напишите свой телефон. До завтра. Встречаемся завтра, выполняем задание, пишем комментарии в постах, что задание выполнено, выполняю. Всем вам удачи, радости, и последнее задание. Улыбайте завтра целый день, без причины, и просто будьте счастливы, довольны и радостны. Все, девочки.